Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас видео Фоберлик Беспрекрас. Это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Очень много пустых баночек скопилось. Давайте начнем с бытовой химии. Закончился вот такой концентрированный стиральный порошок, обычный, классический. С чем у меня? Горная свежесть. Мне нравится горная свежесть и альпийские луга. Я люблю, когда есть такой легенький аромат чистоты от белья. Это здорово. Артикул его 323. Здесь у нас, девчонки, 800 грамм хватает мне его приблизительно недель на 5. То есть почти на 2 каталога. Вот сейчас каталог, когда был короткий, мне ровно на 2 каталога вот этой пачки хватает. Хотя стираю я часто и довольно много и обильно. 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного стирального порошка. И порошки у нас из Германии, девчонки. Вот видите, значок. И они считаются у нас безопасными, гипоаллергенными. А они такими гранулами сделаны, которые не пылят при использовании. То есть если вы асматик, вот у меня есть знакомая асматик, она постоянно берет только эти порошки. Потому что от обычных, даже когда она просто их насыпает в машинку, у нее начинается кашель, она чихает, ей не подходят они. А здесь такие гранулы, которые не пылят. И вы насыпаете в барабан, либо в отсек порошок, не считая, не контактируете с ним абсолютно. Мне нравится, как они аситируют. Обновленная формула в прошлом году, в 2020, да, стала более мощной, поэтому я их беру. Периодически чередую с Гринли. Гринли тоже классно аситируют, поэтому у меня всегда эта покупка есть. Дальше. Концентрированное биосредство моющее универсальное. Это у нас новинка Гринли в артикуле 108-97. Вот так оно выглядит. Ну что могу сказать по нему? Я с ним мыла полы, больше ничего с ним не делала. Девчонки как-то спрашивали, а можно ли мыть посуду? Ну, мне кажется, можно. Я даже попробовала, оно пеньется. Ну, а нужно ли? У нас есть средства для мытья посуды. А так можно мыть все, протирать поверхности. Так, твердые моющие поверхности. Грязь, пыль, жир, звездковый налет. Ну, и звездковый налет слабовато, конечно. Я мыла с ним полы. И что хочу сказать? Ну, аромат такой прикольный. Пахнет цитрусовыми маслами эфирными слегка. Но когда моешь полы, запаха нет. Я его не чувствую почему-то. Вот мне гораздо больше нравится из серии Дом Фаберлик, средства для мытья полов. Разводов не оставляет, как бы все нормально. Но все равно, вот из серии Дом Фаберлик, мне к нему как-то душа лежит больше. Потому что оно пахнет классно, такой свежескошенной травкой. Больше нравится аромат. Мне закончилось из линейки Техно Китс вот такое вот жидкое мыло 3+. Артикул его 2356. Всегда беру шампуни и мыло жидкое для ребенка из линейки Техно Китс. Постоянно есть в запасах. Линейка хорошая. Никаких нареканий, аллергии ничего не вызвало. У нас кошка Малину вот вызвала аллергию. Здесь как бы все нормально. Оно классно пахнет таким сочным зеленым яблочком. Поэтому нравится. Удобный дозатор. Иногда сюда переливаю. Ну, уже все. Уже запас есть другой. Так, мочалки. Про них уже много раз вам рассказывала. Это серия Бьюти Кафе. Новинки прошлого каталога. И сюжет вам снимала, как ведет себя мочалка, да, спустя какое-то время. Это лаймовый сорбет. Артикул 910-111. Понравилась девчонке. Понравилась мочалка, несмотря на то, что она потом спустя, наверное, применение 7-8 развязалась. Завязали ее, собрали по-новому. Ну, как-то я там скрутила, завязала, потом девочка подсказала в комментариях лайфхак, что можно там веревочку эту развязать, а потом опять посередине стянуть. В принципе, будет нормально. В следующий раз, когда развяжется, я попробую. Ну, я вот сейчас связала ее и нормально. Уже применение 20 прошло. Шарики еще на месте. Дочь пока моется этой мочалкой. Я люблю мочалки пожестче, поэтому я чисто вот для дочери брала. Запас есть еще и сиреневая, еще одна такая же. Это очень удобно для тех, кто ходит в бассейн, потому что здесь зип-пакет. Вы мокрую мочалку из бассейна положили, помылись, зип-пакетик закрыли, отнесли домой, повесили, высушили. Многие говорят, я не представляю, как может мочалка грязная потом в пене висеть. Но почему? Все-таки вы ее под водой сполоснули аккуратно, не жамкая так уже, чтобы шарики не мылились, а просто сполоснули под водой. Она чистая. Вы ее повесили, она высохнула, пользуйтесь дальше. Я на краник прям вешаю, она сохнет, все прекрасно, никаких нареканий. Поэтому, в принципе, уже 20 применений точно, и шарики еще не измылились. Я не скажу, что это дорогая цена за такую мочалку. 221 рубль она выходит по скидке. Нравится. И, скорее всего, буду брать еще. Вот такой гель для душа закончился. Это у нас Офиерик Эмансуэли. Сняли эту водичку. Классная водичка была очень. Сейчас осталось только Офиерик Эмсуэли розовенькая, оранжевую. Вот эту сняли. Мне очень нравился ее аромат, одна из первых моих водичек Фаберлик. Я ее очень быстро добила. Приятный аромат. Но почему-то Фаберлик ее снял, оставил только розовую. Не понимаю логики. Артикул геля для душа 84-12. Я думаю, и он скоро пропадет. Поэтому, кому нравится такой аромат, запасайтесь. Такой прозрачный флакон, а внутри была жидкость оранжевая. Очень классно пахнет. Ванилькой, шоколадочками. Сладенький такой аромат, но неприторный, достойный. Дальше закончились у меня два продукта из линейки Салон Киа. Это умный кератин. Шампунь и бальзам. Артикул шампуня 82-60. Артикул бальзама 82-61. Что хочу сказать. Мне нравятся эти продукты. Я долгое время ими пользовалась. Это, наверное, пятая по счету, может быть, парочка вот такая. Некоторым не нравится запах умного кератина именно. Но мне не критично, в принципе. Он не остается на волосах. И для меня он неотталкивающий. Есть какая-то такая нотка, знаете, как будто они потухли слегка. Но на самом деле просто они так пахнут. Они у нас без СЛС, без парабенов эти шампуни. Без силиконов. Поэтому они слегка пушат волосы. Вот мне когда-то, в какое-то время года, они прям подходят. Волосы после них лежат классно. Вообще супер. А сейчас зимой, ну, наверное, из-за того, что эстетическое электричество повышено, да, потому что отопление, все дела, пушили сильно. Пушили эти продукты волос. Поэтому быстро доиспользовала. И пока повторять не буду. Все хорошо. Волосы чистые, промытые. Даже дольше чистые. Но вот пушили. Поэтому пока покупочку откладываем. Возможно, летом, повторю, когда уже волосы не будут так сильно пушиться. Дальше закончилось вот такое вот нежное молочко для тела из линейки Ля Крем. Мне очень понравилось. Я давно на него смотрела. Наконец-то взяла попробовать. Для чувствительной кожи, девчонки, с алоэ вера. Артикул 8690. Здесь очень маленький объем. 100 миллилитров. Мне, наверное, хватило его раз на 5 на все тело, да. Но оно здорово увлажняет. Не скажу, что прям напитывает, если у вас сильно сухая кожа. Но увлажняет очень хорошо. Эта душка у него такая приятная. С молочными протеинами у нас вся эта линейка. А душка свежести такая зелененькая. Очень приятно. Мне понравилось. Прям если будет какая-то акция, буду брать обязательно еще. Супер. Так, дальше. Закончилась вот такая умывашка из линейки InfoW. Ей умывалась моя дочь. Артикул 0466. Я ее тоже пробовала и в течение нескольких недель тестировала. Это гель-пенка очищающая. 4 в 1. Почему 4 в 1? Потому что здесь есть и частички. Такое достаточно большое количество в составе. Можно поскрабировать лицо. Очищает от загрязнения себом. Подходит для снятия макияжа. Не пробовала таким продуктами. Я не люблю снимать макияж. Увлажняет, дарит ощущение комфорта. То, что не пересушивает, это абсолютно точно. То есть есть некоторые продукты. Но Фаберли, кстати, таких нет. Для жирной комбинированной кожи, которая содержит большое количество различных спиртов, и по факту высушивает вашу кожу. Она в ответ выделяет еще больше себома. Нам такое не на. Поэтому линейка InfoW, я не знаю, даже если и содержит эти спирты, то в очень маленьком количестве. А скорее всего их здесь нет. Судя по всему, много экстрактов, фруктовых и так далее. Не вижу спиртов пока. Вот. И по факту лицо не пересушено, а даже слегка увлажненное. Нет никакой стянутости. Нет никакой потребности сразу быстро наносить какой-то крем. Хорошая, достойная бумажка. Поэтому и дочерь ее отдала, и вторую купила. Сейчас она ее умывается. Закончился вот такой дезодорант. 48 часов защиты Алоэ Вера. 48 нет, 24 да. Он без спирта. Артикул 2241. Мне его хватает для защиты от пота. У них нежный, деликатный одожки, который не будет перебивать ваш парфюм. И вообще не будут, в принципе, чувствоваться. Только при нанесении. Классный. Вот этот Алоэ Вера пахнет очень здорово. Мне прям нравится. Сейчас активно пользуюсь дезиком от Ла Крем. Отличий их. Здесь шарик гораздо меньше. В Ла Крем он больше. Прямо, наверное, раза в два. Ну, не знаю, мне это не принципиально. Ла Крем, в принципе, по функциям то же самое. Я каких-то отличий не нашла. Но одушечка мятная там такая. Она немножко приторная почему-то в дезиках. Не знаю почему. Вот здесь одушка посвежее, поприятнее. Мне бы как-то больше понравилось. Так. Закончилось. Добили, точнее, вот такую вот пасту Ноки с ананасиком. Артикул ее 2210. Здесь 75 миллилитров. Яркая, сочная, красивая. Но мы добили ее не на зубы, потому что с пастой Фиберлик я, в принципе, не подружилась. А тем более Ноки очень плохо очищает эмаль. А вот эта вот еще с ананасом, она такая ярко-желтая, она еще и оставляет налет после себя. Но это, девчонки, опять же, индивидуально. Кто-то их любит и берет. У нас вот так вот. 97% натуральных технологий здесь написано. Она еще и антикарис. Не знаю, как она может быть антикарис, если она после себя еще и оставляет налет. Мне понравилось. Мы делали всякие различные с ней слаймы, тесто для лепки. Вот так вот и добили ее. Детская зубная паста Технокитс Груша 6+. Закончилась. Постоянно у меня в постых баночках они мелькают. Артикул 2359, потому что они классные. Вот эти пасты мне очень нравятся. Изумительно убирают налет. Зубки у ребенка прям белые. Я знаю, многие взрослыми пользуются. Я тоже пробовала. Пасты потрясающие вообще. Никаких к ним нареканий нет. Уже два года, но постоянно основе точно ребенок пользуется. И так дальше сейчас декоративочку с вами оставим на закуску. Выкидываю полный вот такой вот осветляющий крем с моментальным эффектом 15 SPF. Артикул 1163. Не подружилась. Я с ним не люблю. Я такие продукты. Самый тяжелый, наверное, продукт Фаберлик. Хотя многие девчонки мне писали, что вместо тонального крема его используют. И им очень подходит. И выбеляет личико, высветляет прям. Он может высветлить вам пигментные пятна. Совсем чуть-чуть не уберет, конечно. Нет, однозначно. Потому что это в принципе невозможно. Но высветлить высветлит однозначно. На постоянном, если применение. Ну, девчонки, это пленка на вашем лице. Это такая тяжелая масса. Даже если я брала капелюшечку, распределяла, растаскивала по лицу. Это невозможно на лице носить. Видите, какая цинковая паста такая консистенция. И белесый он вот такой вот крем. Вот, смотрите, какой он. И даже при распределении он все равно будет белым. То есть он действительно выбеливает. Видите, белое пятно. Даже если мы его сейчас разнесем, прям разнесем. Он тяжело разносится. Вот на камеру вам, может быть, будет не видно. Он забивается вот эти вот белые частички в поры. Он выбеляет, да. Он выбеляет, очень сильно выбеляет рука. Вот прям заметно светлее становится сразу. Но я не знаю, я его чувствую на лице. Я такие продукты терпеть не могу, которые я чувствую на своем лице. И которые практически не впитываются. Нет, в руку вот он быстро впитался. Но оно висит целый день вот на вашем лице пленкой. Создает парниковый эффект. Если это теплое время года, а подразумевается в основном на теплое, да, применение. Потому что здесь и SPF у нас есть. Это вообще невыносимо. Прям парниковый эффект чувствуется под этим кремом на вашей коже. Поэтому нет. Я с ним не подружилась. Закончился дезодорант Lancelot. Вот такой вот мужской. Муж допользовал, сказал нормальный. Нормальный значит хорошо. 05-07 его артикул. Пахнет вся линейка Lancelot. Классно. Очень классно. Мне нравится прям запах сильники. Поэтому нормальный дейзик такой. Антипреспирант. Он еще, кстати, потому что в Faberlic очень мало антипреспирантов. Именно в спреи. В основном они все шариковые. Вот в Lancelot есть он антипреспирант. Закончился вот такой вот тонизирующий крем для ног. Венотоник. Сейчас просто вот на нем сижу плотничком. 1-7-3-3 артикул. Каждый вечер пользуюсь и вижу результаты. Ножки мои прям сразу начинают отдыхать. Хороший крем. Нет от него какого-то, знаете, такого вот эффекта, как от лошадиной, допустим, силы, что прям сильный холодок сразу. Нет. Легкий такой легкий холодочек, который быстро проходит буквально через 1-2 минутки, но снимает усталость. Я наношу прям на все ноги, в том числе на стопы. Могу потом лечь еще, полежать, задрав ноги на стенку. Да, я так люблю сейчас делать вечером, потому что надо тоже ухаживать за своими ножками. Мы женщины бедные и несчастные с этим варикозом. Так что я на постоянной основе прям пользуюсь. У меня еще один стоит флакончик в запасе. И в следующем каталоге будет хорошая скидка. Буду брать себе тоже парочку тоже обязательно в запас, потому что пользуюсь прям каждый день и довольна. Так, дальше. Бальзам флюид с маслом Амлы. Вот девочки в комментариях недавно спрашивали, что-то для убитых волос. Вот это тот продукт. Артикул 8967. Здесь всего 15 мл. Это такая малышка, но его нужно мало, в отличие от бальзама Арису. Вот недавно вам в Инстаграм про Арису писала пост. Кто не подписан, кстати, на Инстаграм, проходите. Там много интересного бывает. И Арису, он как-то как будто сыворотка на водной основе. А вот этот на масляный крем-флюид, да, из линейки Эксперт. Вот так он выглядит. И здесь достаточно прям нескольких капелек. Здесь удобный вот такой дозатор-носик, А Арису такой же. Вот капелька вылилась. И это прям масляная основа, девчонки. Она прям масляная. И вот этой вот капельки, распределив ее между пальцами, хватает, в принципе, на половину волос точно. И еще одну капельку на другую. Мы смазываем этим продуктом только кончики, потому что он может утяжелить. Но если смазывать не только кончики, то вам вот такой вот баночки на два раза, собственно говоря. Поэтому прям несколько капелек на пальчики вот так чуть-чуть растерли и прошлись по кончикам. Кончики, девчонки, моментально запаиваются. Я люблю все такие продукты. Носить на мокрые волосы. Хочется вам на сухие, наносить на сухие. На сухие немножко больше расход. На мокрые как-то вот так вот втерли, да, и в процессе сушки он еще вот этот вот бальзам-флюид распределился. И волосам хватило маленького количества. А так класс. Вот для убитых волос, для секущихся, прям рекомендую. Попробуйте, девчонки. Запаивает их, запаивает прям классно. Выглядит здорово. Понятно, что этот эффект до следующей помывки волос чудес не бывает, но тем не менее даже так это круто. Так, что у нас дальше? Декоративочка одна осталась. Вот такую палеточку выбрасываю, потому что хайлайтер у меня разбился давно, причем вторая палетка подряд, и опять разбивается хайлайтер. Румяна на месте. Румяна классная, но румяна у меня много. И уже остатки скульптора тоже разбились. Артикул ее 6073. Палетка классная, моя любимая. Здесь очень деликатный контуринг, очень деликатный хайлайтер, и румяшки очень красивые, освежающие, с таким коралловым потоном, которые действительно освежают. Не розовые какие-то там, да, не малиновые, не красные, а вот именно вот такой вот коралловый освежающий оттенок. Очень классный. Скульптор очень деликатный, его практически незаметно. То есть это такие, знаете, будут натуральные черты и линии на вашем лице. Никто не скажет, что у вас на лице есть какой-то скульптор, вы делали скульптурирование лица. И хайлайтер был тоже такой нежненький. Сейчас пока много продуктов в использовании, а так вот эта палетка прям для контурирования лица является самой моей любимой. Тушь Miss Curl закончилась уже не первой флакончикой, ни второй, ни третий, ни четвертый, потому что на постоянной основе пользуюсь ей уже давно, девчонки, а артикул у нее содрался, к сожалению. Не помню сейчас. Моя любимая тушь, очень нравится, обожаю, люблю. Сейчас вот закончилась, в запасе не было другой, пользуюсь тушью Evelyn, у которой тоже такая кисточка. Но она точно такая же кисточка у туши Evelyn, изогнутая все. Но она почему-то так не удлиняет реснички. В Miss Curl сама тушь, сама, сам продукт, он содержит какой-то вот гель, который здорово удлиняет именно реснички. Это есть. И в туши малиновой, девчонки, как называется, из линейки Glam Team, там тоже есть вот компонент, который здорово удлиняет. Вроде бы ничего особенного, кисточка силиконовая стандартная, у многих туши такая, но именно вот эта тушь, она удлиняет очень круто. Вот этот вот гель, который в составе продукта самого находится, то же самое Miss Curl, она очень круто удлиняет. Не знаю, сейчас какую буду брать, либо вот эту, либо малиновую, опять повторю, потому что люблю, ее давно очень не брала. Здесь изогнутая кисточка, тушь у меня коричневая, она немножко изогнутая, немножко подкручивает. Силиконовая, никаких комочков не создает, позволяет себя наслаивать, позволяет реснички ваши положить в ровный, идеально ровный ряд, потому что быстро засыхает. Мне такие туши именно вот нравятся, если вам тоже нравятся, да. Никогда у вас такие естественные ресницы, там кто в лес, кто по дрова, вы любите, вот просто чуть подкрасила, сделала их поярче, пошла, да, но каждому свое. А если вы любите, чтобы они прям в один рядок четко ровненько вот так вот легли, прям и удлинились, и подогнулись, то вот это ваша история тоже. Так, выкидываю тени «Галактическое путешествие» 5231 оттенок, они еще есть в Фаберлик, девчонки, мы с вами сравнивали видео, подсказочку оставлю в инфобоксе, да, когда мы с вами сравнивали кушоны и тени «Галактическое путешествие» и новинку. Они оказались по мне абсолютно одинаковыми, новинка у меня сейчас на веках. Это самый светлый оттенок 5231, я даже запомнила, потому что вы очень часто про него спрашивали. Выкидываю, потому что они уже засохли, ими можно было еще пользоваться, там мало осталось, я часто ими пользовалась, можно было бы еще пользоваться, но они уже такие густоватые, уже не распределишь. Тяжеловато, вот такое вот сияние, они очень красивые, можно как хайлайтер использовать, я и под бровку их наношу, и во внутренний уголочек глаза. Вот этот оттенок очень выигрышно смотрится, особенно на возрастном веке, потому что, не знаю, мне кажется, делает взгляд моложе. Тени классные, они по мне, девчонки, абсолютно аналог в этих оттенках. Некоторые девочки писали, что в других оттенках отличается как-то текстура, что-то ложится лучше, что-то нет. По мне, я разницы абсолютно никакой не заметила. Сравнила состав на сайте даже, и там парочка-троечка ингредиентов отличаются, но и то, может быть, это одно и то же, просто мы не так хорошо с вами знаем латынь, да? Вот, так что рекомендую, девчонки, рекомендую. Здесь равномерное сияние, нет никаких таких крупных украплений или еще чего-то. Тенюшки классные, пока они есть, пока их Фаберлик не вывел. Что это у меня здесь? Палетка. А, вот она. Это палетка Теней Фаберлик, девчонки, в артикуле 56-25. Такая поюзанная уже, хотя не пользованная совсем. Я почему ее выкидываю? Мне здесь оттенки не нравятся. Вот этот розовый, ну розовый, ладно. Зеленый мне не подходит. Вот эти именно оттенки. И вообще зеленый редко я могу подобрать, чтобы мне подошел. А вот этот какой-то цвет охаки, он грязнит века. Ну мне, опять же. У кого-то другой цвет глаз, другой цветотип, может быть, подойдут. Они, в принципе, практически нулевые. Не знаю, может, дочери сейчас отдам играться, выбрасывать прям так совсем не буду. Здесь в комплекте вот такая вот маленькая кисточка. Они совсем практически нулевые. Я им раз и три мазанулась, поняла, что мне не идет такой макияж, поэтому я выкидываю эти тени. А так тени вот эти вот запеченные от Faberic, они очень классные, крутые. У меня есть еще одна палетка, где более выигрышные такие носибельные повседневные оттенки. Они нереально крутые. Они держатся на ваших глазках прекрасно, если вы мокрым способом наносите. Или сухим. Сухим такое деликатное, красивое сияние тоже. Они все же у нас такие шиммерные, блестючие, красивые. Нравятся. Поэтому нравится качество теней, обалденное, супер, все замечательно. Ну вот мне с оттенками тут что-то не очень. Так, и последний продукт. Это у нас кушон Айсиул. Закончился родимый. 61-68 его артикул. Нравится. Кушон мы тоже с вами сравнивали. Сейчас у меня на лице уже baby face кушончик. Здесь все уже. Девчонки писали, можно перевернуть вот эту вот штукенцию. И будет еще продукт. Но я все уже добила, что смогла. Хотя тоже вытащила эту губочку, перевернулась. Все, там уже конец. Конец. А так нравится. Вот такая вот в комплекте здесь уже цвета не белого, как должна была сначала быть губочка. Губочка за веревочку берем, промакиваем мы с вами вот в эту губку. Промакиваем. Кушон набирается продукт и мы его сегодня под видео, мне только кто-то писал, я купила кушон Айсиул, не знаю как им пользоваться. Промакнули, взяли продукт и вбивающими движениями, вбивающими, не как пудру, не растаскиваем вот так, а прихлопывающими, легкими прихлопывающими движениями распределяем кушон по лицу. Он великолепный, это моя любовная любовь, я тональниками не пользовалась, наверное, от слова совсем год, но когда взяла кушон по программе Фаберлик Лайк первый раз вот этот, да, я просто влюбилась. Это самый лучший тональный крем, который я когда-либо в жизни пробовала. На самом деле, девчонки, он не подчеркивает шелушение, он затирает поры, он их просто затирает, но не забивается. Вот я наношу на Т-зону, да, у меня достаточно они расширенные в области носа и на лбу тут слегка. Я наношу, их нет, все, лицо сгладилось, идеально гладкое, все супер. Обычно, если так продукт поступает, он либо забивается в поры, да, либо еще что-то. Здесь нет, он не забивается, он просто их сверху вот так вот все затирает, вот так вот промокнули кругом, опять везде такими вот втаптывающими движениями, и все, и идеальный цвет лица, все супер. Насколько он темный, девчонки, он подстраивается, ну вот насколько я темная, мне он идеально подходит по цвету типу, смотрите, да, то есть на моем лице его незаметно. Так же, как и кушон Бэби Фейс, который у меня сейчас на лице, они, он у меня в темном оттенке, а из силы абсолютно одинаковый оттенок. Вот смотрите, видите разницу между шеей? Нет, разницы никакой абсолютно нет, поэтому смотрите вот по цвету типу, если у вас приблизительно такой цвет кожи, как у меня, то вам подойдет осел по цвету. Если вы совсем белоснежка, вот от слова совсем, да, тогда нет. И то, мне многие девочки писали, у меня берут белоснежки, и он подстраивается, и всем подходит, поэтому все прекрасно. Он действительно подстраивается, да, он очень крутой, девчонки. Я вам рекомендую сейчас, пока программа Лайк есть до седьмого каталога, либо этот, либо Бэби Фейс, по мне они тоже вот одинаковые, я сильной разницы не заметила. Либо этот, либо Бэби Фейс, обязательно попробуйте, вы больше не захотите пользоваться никаким тональным кремом. Он выходит 600 рублей по программе Фаберлик Лайк. И сколько я им пользовалась, девчонки, ну, каталога 4, 4-5, 5 месяцев, наверное, точно, как только появилась программа, я взяла, да, то есть 5 месяцев, это нормально, это вообще нормально за 600 рублей продукт, поэтому рекомендую, 61-68 артикул. Ну вот и все, мои хорошие. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много интересного. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Ссылка на регистрацию Фаберлик, кстати, под видео.